Интернет в самые отдаленные уголки Минсвязи региона запустила пилотный проект по установке современной спутниковой технологии с доступом к Wi-Fi. Новая система начнет работать в пяти районах. Практически каждый день Галина Паярова ходит в местный дом культуры. Она занимается в различных творческих кружках, а теперь есть еще и возможность общаться во всемирной паутине. Выступать ездим, нам надо и песни здесь скачать, и все, и музыка вся. Все нам надо. Связь нужна очень нам. Посмотреть и погоду, и новости какие-то, и вообще с детьми пообщаться. Это очень нам важно. В культурном центре интернет работает пока только семь часов. По словам жителей деревни, он очень востребован. И сюда идут даже, специально включив Wi-Fi, мне нужно ребенку позвонить. Ну вот, специально включаем даже вечером, в любое время. Только дозвонился человек до ребенка, там если кто-то болеет, вообще проблема. В этой деревне проживает около 300 человек. Зимой чуть меньше, но существуют и другие населенные пункты, где интернет крайне востребован. В планах, в принципе, работа будет охватывать всю территорию района. Но на сегодняшний день такие удаленные населенные пункты, как Нюхча-Занюхча, Сосновка, то есть вот эти все населенные пункты, которые находятся в Верховье. Вся эта работа проводится. Пилотный проект по обеспечению интернет жителей удаленных деревень пока запущен в пяти районах нашего региона. Для организации одной точки доступа необходимо 80 тысяч рублей. Это приобретение спутникового комплекта, услуги по монтажу, значит, приобретение точки доступа Wi-Fi, так как все-таки человек может прийти со своим смартфоном, со своим планшетом и воспользоваться. Реакция очень позитивная, потому что там нет ни мобильной связи, и очень сложная ситуация с наличием качественной доступной телефонной связи. Частые перебои и так далее. Поэтому это, конечно, огромный плюс, ну и плюс возможности выхода в интернет. Проект уже доказал свою эффективность, поэтому работа будет продолжена. Алексей Шумякин, Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова